Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! В этой статье я расскажу вам о таком интересном инфекционном заболевании, как эризепилоид. Еще есть разные его синонимы. Это эризепилоид розембаха, свиная рожа, свиная краснуха, ползучая ритема. Это инфекционное заболевание, которое вызывается палочкой свиной рожи и поражает кожу и подкожную клетчатку. Причем это не такое же редкое заболевание, встречается достаточно часто, так как грамма это положительная палочка, бактерия, широко распространена в природе и заразна для многих позвоночных млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных, ракообразных, моллюсков, насекомых. Заражение ей человека происходит при разделе мяса птицы, рыбы, особенно при уколах и других травмах кожи, так как возбудитель широко распространен в природе и вызывает заболевания у рыб, свиней, птиц. Часто болеют охотники или, скажем так, люди увлекающиеся охотой, рыболовы, также люди занятые в выделке шкур, фермеры. Поэтому мужчины по статистике болеют в три раза чаще, чем женщины. География этого заболевания очень распространена, можно сказать, повсеместно, то есть встречается и у нас в средней европейской части России. Заболевание может рецидивировать. Часто процесс болезни затракивает только кожу. Редко, но возможно генерализация процесса с поражением костей, суставов и даже сердца. Скрытый инкубационный период заболевания составляет от 1 до 7 дней. Дальше на коже на месте укола, ссадины появляется красное пятно, чаще в области пальцев кистей, увеличивающиеся до 10 сантиметров. Вот что вы можете наблюдать на данной фотографии, где можно видеть вот такую болезненную бляшку, выступающую над поверхностью кожи, неправильной формы, с четкими границами. Бляшка увеличивается до 1 сантиметра в сутки, оставляя в центре заживающий участок. Из-за отека может быть затруднено движение в межфаланговых суставах. Затем очаг постепенно приобретает синюшно-красный оттенок. Человек может испытывать зуд, жжение, пульсирующую боль. Через 2-3 недели обычно заболевание полностью проходит. Вот на этой еще одной фотографии видна багровая бляшка на кисти с четкими контурами, без шелушения пузырьков. Пораженный участок на ощупь будет горячий, уплотненный, безболезненный. Лечение этого заболевания достаточно простое и сводится к назначению антибиотиков пенициллинового ряда или цифалоспоринового ряда. Проще, если есть возможность, произвести несколько инъекций или одного препарата, или другого. Вот и весь мой рассказ. Жду ваших комментариев и вопросов. Подписывайтесь на мою страничку. Напоминаю вам, что вы также можете задать мне личный вопрос на почту в разделе «Индивидуальные консультации». С уважением. Константин Лавонос.